МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Алло, Рындович". -"Да". -"Следующая цель. Бизнес-молодость". -"Понял". -"Да". 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 -"Потому что с тобой невозможно выиграть вообще в этой жизни. Невозможно иметь дело ни как тренер, ни как партнер, ни как клиент". -"У тебя проблема в том, что ты ни хрена не можешь задать вопрос ни один". -"Только говоришь, говоришь, говоришь на 20 тысяч рублей свои, гнилое мнение свое впихиваешь". -"Они великие люди, они великие люди. Вы что, не видите, что у них это нимбы, что это, 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 ну, это элита нации". -"Представляете, в каком плачевном состоянии должна быть нация, если БМ, это ее элита". -"Всем привет, друзья, вы на канале Рындович, и сегодня мы разберем бизнес-молодость. Крупнейший проект в России по развитию малого и среднего бизнеса". Сразу хочется выразить свое личное мнение, чтобы вы примерно понимали, в каком ключе будет данное видео. На курсы БМ сходить стоит только в том случае, если вы хотите воочию наблюдать технологии воздействия на людей. А уж этим основатели БМ владеют ну просто мастерски, а именно Петр Осипов и Михаил Дашкиев. История проекта началась за столиком одного из московских ресторанов, где встретились два друга поговорить о жизни. И оказалось, что хотя они шли в бизнесе разными путями, оба сталкивались с одними и теми же ошибками, победами и переживаниями. Насмешками со стороны друзей и родителей, попытками начальства сломать крылья, жаждой свободы, голодной жизнью. И сто шестьюдесяти рублями до конца месяца, когда не можешь позволить себе поесть в ресторане, а идешь в общежитие на встречу с макаронами. Какие бедняжки, навстречу к макарошкам они шли, ну умнички просто из грязи поднялись буквально, друзья, ну камон. Если вы думаете, что все было именно так, то вам определенно стоит досмотреть мое видео до конца, у меня для вас будет много сюрпризов. Начнем с первого, неужели вы думаете, что коуч номер один в России платил своему первому ассистенту такие гроши, что он не мог себе позволить более насыщенный ужин, а он вам не рассказывал? Петра Осипова я взял к себе ассистентом на тренинге. Петр Осипов учился, работая на меня, да, и, как он сейчас говорит, научился многому. Я его не учил специально. Он наблюдал работу и, как мы недавно встретились, он сказал, он опять стал падать в ноги пытаться ему, спасибо, учитель с большой буквой У. У меня лично сложилась более реальная картинка основания БМ. Петр Осипов, ошеломленный успехом Радислава Гондопаса, обученный всем тонкостям НЛП, решил отправиться в свободное плавание. Но нужна была история нищебродской жизни. Тут как раз-таки они со своим подельником и придумали ту историю с макарошками. Просто, ну иначе лох не повалит. Программ побывания у БМ существует несколько. И цены за обучение варьируются от 890 рублей до совершенно космических цифр, а именно 375 тысяч рублей. Для тех, кто еще не передумал проходить курсы у БМ, хотелось бы посоветовать. Не бросаться на дорогие программы. Начните с малого. БМ интенсив. Ведь только там вы сможете воочию наблюдать, как спикеры БМ умело воздействуют на толпу, побуждая ее принять решение. Какое решение? Оплатить следующий курс. В этом и есть идея курса. Суть такая. У меня сейчас такая жизнь, не знаю, ситуация. Я нахожу дилемму. Я думаю о том, поступать ли мне в институт, на режиссуру, или сейчас усердно работать, чтобы иметь возможность снимать квартиру, жить отдельно от родителей, иметь какую-то финансовую независимость. Если я поступлю в институт, у меня такой возможности не будет. Все время откладывала как бы то, чего хочется, ну на потом. А сейчас вот пришла к тому, что хочется это реализовывать. И вот у меня два пути. Девочка всю жизнь мечтала стать режиссером. И вот, наконец-таки, подошла к выбору поступать в институт или продолжать работать, чтобы съехать от родителей. Ну, а дальше происходит просто полный пи***ц. Давай, еще. Да, еще. Еще. Поехала. Тебе 24 года, ты забитая старушка. Просто. Ты уже подыхаешь. Реальная ли цель? Сделай все для того, чтобы выйти на 100-150. Да или нет? Возможно, это или нет? Я тебе еще раз говорю. Ты сучка. Самое главное, что тебе нужно сделать, тебе нужно найти тех, кто уже был там, где ты есть и пришел туда, куда ты хочешь. Как все это может помочь девочке с выбором? Она мечтает стать режиссером и пойти учиться. А вы втираете ей про какие-то 100-150 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, у них программа вербовки людей заточена под заработок денег. С каким бы вопросом ты к ним ни пришел, они путем психологических манипуляций и при, естественно, поддержке в мотивашек в зале заставят тебя поверить, что твоя проблема – это нехватка денег. Мне кажется, если я к ним приду с проблемой умирающего котика, они убедят меня, что я должен 300 штук просто в месяц зарабатывать. Вот тогда все хорошо будет. У меня котик умирает. На хуй мне ваши 300 штук? Ну, как вы могли понять, на этом все не заканчивается. И финальным аккордом является, собственно говоря, то, ради чего мы тут все, мы тут сегодня собрались. Да, кстати, на метраморфозу идешь или нет? Меня, к сожалению, нет. Я тебе дам, блин. Найди. Смотри, не найдешь, блин, 21 тысяча рублей, блин. Ну, извини, это не смешно. Если ты сейчас меня обесценишь настолько, блин. Слушай, я устал с тобой играть, реально. Ты отвечай, либо сейчас ты будешь делать, либо нет. Это будет звучать странно, но я сейчас, честно, не готова. Вот не чувствую. Не, она будет. Вы никогда не будете жить хуже того, как вы живете уже сейчас. Это называется, когда портал открывается, сделать в него вот так. Давай ты просто это сделаешь. Я сделаю это. Хорошо, спасибо. Вот так просто раскрутили девку на 20 косарей. И это тот самый момент, когда думающие люди отсеиваются, а мотивашки идут вперед за своим королем. Не жалея при этом ни денег, ни времени. Ну, а на метаморфозах происходит нечто схожее. Только добавляются истории, так сказать, успешных бизнесменов, в том числе с первых уст. Вообще-то я уже там больше 10 лет, как бы, ну, миллионер в долларах. Вот. У меня там дома на Рублевхе, Николь на горе, Барвихе, несколько квартир в Москве. Когда ты тратишь там 500 месяцев, а зарабатываешь 12, вот. Ну, это тяжело, тяжело согласить. Бизнес, когда вот наколбасил эти деньги, которые ни я не проем, там, ни детьми, он кончился, потому что мой партнер, она ушла в Государственную Думу, а ушла и все, кончился. Я бизнесмен, никакой, какой бизнесмен. Тут меня, за меня взялся БМ. Долларовый миллионер, который наколбасил денег столько, сколько нам и не снилось даже, пошел учиться к БМ. Вот это уровень. Далее дед рассказывает, как он сам пилит лендосик, как ему всячески помогает БМ, ну и все в этом духе. Я умею там делать сайты, лендинг, все умею. Слава богу, это же не квантовая механика, теоретическая ядерная физика, чем я занимался. Кто не в курсе, лендосик – это целевая страница. Веб-страница, основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории. Используется для усиления эффективности рекламы и увеличения аудитории. И видео лендинг-пейдж выглядит примерно так. Очень неплохо, логично, что вызывает доверие. Но только внимательные зрители поспешили зайти на сайт с данным доменом и обнаружили там вот такую картину. Просто ужаснейший логотип и очень странного вида лендинг-пейдж. Ну а что, его же дед делал, для которого лендос не космические технологии. В данный момент, кстати, такого домена и вовсе не существует. Но дед не остановился на целевой странице и дальше продолжил восхищаться супер-программами, которые предлагает бизнес-молодость. Вдруг я увидел, что есть реальный директ такой вот. И я понял, что мне вот нужно, вот мне как раз нужен реальный директ. И я как раз запустил на неделю рекламу, которую я уже по реальному директу сделал. И получил заказ, вот как я считал, огромный на 637 тысяч рублей. И я за месяцем закрыл там 303 тысячи. То есть как 637, мы все по-честному. Таджикам половину, мне половину. Человек, который тратит 500 косарей в месяц, считает огромным доходом 303 тысячи? Вы серьезно? Если пробить Украин, мы видим, учредитель действительно Дмитрий. Да вот только капитала, обороты и прибыли у компании нет. Также дата основания 2015, хотя на сайте было написано 2011. Но самое забавное, это то, что судя по адресу, офис долларова миллионера деда находится в каком-то жилом доме. В общем, это какая-то дичь, друзья. Впервые увижу деда, который сам пилить лендосик, настраивает директ и снимает офис за 33 километра от дома. Почему нет? Почему нет? Я считаю, что основной целью бизнес-молодости является продажа своих курсов дабы облапошить как можно больше лохов. Надеюсь, что вы уже со мной согласны. И проделывают они это просто мастерски, с применением всех известных способов, игре на эмоциях и использованием ложных кейсов. Мне кажется, что такими сильными и уверенными бэтбоями, если хотите, спикеры бизнес-молодости могут быть только с людьми статусом ниже своего. Потому что при встрече с реальным долларовым миллионером все их манипуляции умными словами и игра цифрами не вызывают ничего, кроме ухмылки на лице. Представляю вашему вниманию встречу Петра Осипова и реального долларового миллионера Олега Тинькова. А теперь представьте, что Петр пришел на встречу к ключевому партнеру, и переговоры прошли именно так. Да это же провал! Петр банально не умеет налаживать личный контакт. А разве не это самое главное в бизнесе? Считаю, что он умеет только рассказывать, как действовать, как вести переговоры, как находить клиентов, как извлекать выгоду. Но на деле он показывает абсолютную противоположность тому, чему же сам обучает. Так что не надо нам тут рассказывать про вашу успешность, господа. Мы все и так поняли. Пишите в комментариях свое мнение о БМ. Также ставим лайки, если хотим вторую часть, ну и если вам просто понравилось. Самое главное, распространяем это видео во всех своих социальных сетях, дабы как можно больше людей узнало правду о БМ. Ну, а с вами был Рындыч. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok